Глава 17. Я договорилась насчет вещества, весело сообщила Джейн, позвонившему ей Дональду. Четверг, редко радовавший Джин Пап обилием посетителей, позволял ей и ее коллегам наслаждаться долгими беседами друг с другом, тарахтеть по телефону, играть в игры, зависать в чатах знакомств и заказывать сомнительные вещества из фармацевтических компаний. Вечер четверга, хоть и был щедрее на отвлекающих от перечисленных интересных занятий клиентов, чем день, все же позволял уделить минутку-другую и десятую звонившим издалека любимым. Да, не очень радостно отреагировал вампир. Нашла? Полчаса может растворяться? Да сколько угодно. Я нашла настоящего ученого. Его лаборатория работает над созданием всяких капсул и таблеток. Он сказал, что закажем, то и сделает. Ты был недоступен, поэтому я заказала сама. Сто капсул, они всего по три миллиметра диаметром и сорок пачек вещества с разным временем растворения. Ого, разошлась! Куда столько? С одной минуты до сорока. С шагом в минуту. Вдруг больше будет расстояния. Кто молодец? Ты. Только хотел сказать. А запах? Все без запаха. И капсулы будут минуту растворяться. Пойдет, чтоб похититель не почувствовал кровь. Минуту-минуту. Это сколько он успеет? Больше полутора километров. Уже посчитала? Усмехнулся парень. Ну, конечно. Так далеко не почувствует. Тем более он будет уплывать от запаха. Значит, все отлично? Да, ты хорошо подрудилась. Спасибо тебе. Рада стараться. Значит, следующая операция по моему плану? Тут кое-что случилось. Что? Выпалила Джейн. Она, наконец, уловила в его голосе необычные печальные нотки. Отворот-поворот нам дали, ответил Дональд. Как отворот-поворот? Кто дал? Почему? Бесы. Они узнали про нас с тобой. Узнали? Неужели наши? Да, кто-то им сообщил. Вот тупицы. Зачем? Вы же ради всех старались. Вот и я думаю, зачем? Твои же вчера узнали? Да. А сегодня уже бесы знают. Значит, спешили рассказать. Специально позвонили и сообщили. А может, они увидели фотку на фейсбуке? Нет, они меня хорошо встретили. Мы даже начали обсуждать план спецоперации. После обеда разорались все. Братья в шоке были. Эшли с Дарреном. А другие не в шоке, братья? Другие – это Эдгар с Клейтоном. Они же знали. А не поссорились? При волках меня все поддержали. Потом объясняться пришлось. Эшли с Дарреном больше не на меня злились, а на тех, кто разболтал. Да, подложили свинью. А может, вчера кто-то из бесов увидел фотку? Вряд ли. Если бы кто-то увидел и понял, что это я с тобой, то не стал бы ждать до обеда. Так что пока все заморожено. Я попытаюсь поговорить с ними на следующей неделе. Сейчас они слишком горячи и не сдержаны. Чуть до драки не дошло. Ого! Ладно, подождем. А зачем нам ждать? Зачем нам они? Я же буду живцом. Джейн. Мы же договорились. Мой план. Я живец. Мы не договаривались. Я сказал, поговорим позже. Ну, давай поговорим. Я не уверен, что переливание сработает. Попытка не пытка. Не сработает. Так уж и быть. Провернете мой план с полнокровной. О, Джейн. Да кто же нам разрешит такое? А зачем у кого-то спрашивать? Есть я, ты и твои братья. А переливание от кого сделаем? От моих братьев? По-любому нужно с волками это обговаривать. Ну, обговорим. Если наши волки поддержат эту идею, бесы согласятся? Фигушки они поддержат эту идею. Почему фигушки? Я поговорю с братом. Брат не должен знать про спецоперации. Тогда с Ричардом. Не вздумай. Никто не должен знать, что я рассказал тебе про спецоперации. Это секретная информация. Забыла? Тогда сам поговори с ним. Пошлет он меня куда подальше. А вдруг не пошлет? Почти наверняка пошлет. Если пошлет, можете использовать мой план с другой. Молчание любимого заставило Джейн поднажать. По рукам? Почти наверняка хорошие шансы. Соглашайся. Она улыбнулась. Да, смелости и напористости тебе не занимать, усмехнулся на другом конце провода Дональд. Давай поговорим об этом вживую. Я не передумаю. Если не передумаешь, и у меня не получится тебя переубедить, то будет по рукам. Согласна? Согласна. Когда ты приедешь? Завтра после обеда или вечером. Поохотиться хотим с братьями. На кого? На оленей, медведей. В Тиламуке. О, в Тиламуке. Класс, я тоже хочу. Огромный лесной заповедник Тиламук славился своими красивыми видами и дикой, почти не тронутой человеком природой. Он находился примерно в тридцати километрах к западу от Портленда. Скоро, скоро, проговорил вампир. Сам жду не дождусь, когда вместе охотиться будем. Как, кстати, день прошел? Как дела? Ты мне рот не дала открыть с этим веществом. Все хорошо, чудесно прошел. Ты на работе? Ну да. Когда увольняешься? В смысле? Зачем? Как зачем? В Габриэль уже скоро полетим. А потом тебе вообще не до работы будет. Что-то я не подумала об этом. Напиши заявление и устрой прощальную вечеринку. Сразу не отпустят. Недельку надо будет отработать, чтобы замену нашли. Я поговорю с твоим начальником. Нет, не надо. Я сама. Я не буду гипнотизировать. Деньги предложу вместо недели отработки и все. Деньги такая же сила, как гипноз? Улыбнулась Джейн. О да. В глобальном масштабе даже сильнее. Гипноз не может заставить встать рано утром и поехать через пробки на нелюбимую работу миллионы людей. Деньги – движущая сила нашего мира. Я сама поговорю с управляющим. Сестренка-коллегия работу искала. Думаю, обойдется без недели отработки. Хорошо. Волки не вызывали? Не приезжали? Нет. Странно. Я думал, они тебя с утра атакуют своими разъяснениями и предупреждениями. Нет, даже не позвонил никто. Похоже на затишье перед бурей. Ладно, будь что будет. Не теряй меня. Я буду вне зоны доступа. Окей. Хорошо повеселиться. Вы же не убиваете животных? Нет. Зачем? Нам только их кровь нужна. Литр высасываем и дальше бежим. Это волки их вместе с костями сжирают. Любите вы делать друг из друга злодеев? Усмехнулась девушка. Они первые. Мы только отвечаем. Усмехнулся в ответ вампир. Ладно, давай. Удачной охоты. Давай, спасибо. Целую, люблю. Люблю, целую. Джейн вернулась к обслуживанию клиентов, разговорам с друзьями и дальнейшему обдумыванию своего плана. Ты точно какая-то потерянная, сказал ей Кевин, когда она подошла к нему с Лизой. Они стояли у бара и обсуждали двух почти одинаково высоких, но по-разному смазливых клиентов. Как робот все делаешь, будто что-то грандиозное у тебя намечается. Давай, колись, не верю я, что поездка к океану так грандиозна для тебя. Она отбрехалась, что скоро едет с Дональдом к океану, когда он прицепился к ее потерянности в первый раз. Да, она просто не выспалась, пришла на помощь Лиза. Я тоже, как робот, все делаю, когда не высплюсь. Видел я ее невыспавшуюся, вскривил лицо Афро. Это не из-за этого. Влюбилась она по уши, улыбнулась блондинка. Не приставай, ей сейчас ни до чего дела нет. Она сейчас со всеми, как робот, со всеми, кроме Дональда. Так вчера ж она не была, как робот. Вчера, значит, не по уши еще была влюблена. Вчера до шеи, улыбнулась Джейн. Знания, свалившиеся на нее вчера, вознесли ее над миром, в котором жили обычные люди, в том числе и ее друзья, и заставили смотреть на них, как на ограниченные, прикрепленные к своим функциям фигурки из папье-маше. Ее пугал этот новый взгляд, и она весь день пыталась бороться с ним, вспоминая многогранность Кевина, сложность характера Кейт, непостоянство Лизы и светлую, любопытную голову Патрика. Это не помогало. Они оставались прикрепленными к функциям фигурками вместе со своей многогранностью, сложностью характера, непостоянством и светлой, любопытной головой. Образы великих ученых и создателей, уникальным, непостижимым и необъяснимым разумом которых наша героиня восхищалась, как чем-то внеземным и божественным, тоже не помогали. Их уникальный, непостижимый и необъяснимый разум нужен для того, чтобы выполнять более сложные функции, шептало ей перевернутое подсознание, крутя бумажные фигурки великих представителей человечества вокруг тех функций, которые они выполняли до встречи с улыбающейся и ставшей чуть ли не материальной для Джейн смертью. Она сравнивала себя с Нео, вырванным из Матрицы. Но Нео точно знал причину своего нового мира ощущения. А Джейн только догадывалась. Догадывалась, что это как-то связано с вечной жизнью, бессмертием. На эту догадку ее наталкивало то, что вампиров она не могла вообразить фигурками из папье-маше так же, как не могла прикрепить их ни к каким функциям. Они представлялись ей живыми, уникальными и независимыми существами. Ближе к вечеру к вампирам присоединился и весь людской муравейник. Когда она представляла все человечество как единое цельное существо, в этом случае оно бесспорно обладало потенциальным бессмертием, то оно уже не было бумажным. Оно было почти таким же живым, уникальным и независимым, как вампиры. Почти отделяющее его от живости, уникальности и независимости баловней смерти обуславливалось его нынешней младенческой зависимостью от земли и привязанностью к некоторым функциям, которые Джейн чувствовала, но не могла идентифицировать. Позже, много позже, не в этом месяце, году и десятилетии, она поймет, что эти функции связаны с установлением порядка в хаосе Вселенной и будет думать и обрастать идеями и мыслями в этом направлении. «Если я уже отношусь к людям как к фигуркам, что будет, когда я стану вампиршей?» – нахмурилась девушка. Пропасть, разверзнувшаяся между ней и друзьями, утвердила ее в мысли, что их обязательно нужно обратить, и добавила желанию исполнить это толику нетерпеливости. «Кевин больше всех будет рад бессмертию и вечной молодости», – думала она про щепетильно пекущегося о своей внешности и ужасно боящегося приближающихся морщин коллегу. «Риана еще ищет работу?» – спросила она у него. «Риана была той самой сестренкой коллеги, искавшей работу». «Да», – кивнул Афра, – «в забегаловки не хочет, а в хорошие места не берут. Я так не привередничал ее годы, на любую работу соглашался». «Девушкам сложнее», – заметила Лиза. «Нам в забегаловках пьяные мужики проходу не дают, пьяные женщины не так домогаются». «Я мечтал, чтобы мне не давали проходу», – улыбнулся Кевин. «А почему ты спросила?» – обратился он к Джейн. «Есть что предложить?» «Да, свое место», – ответила та. «Ты что, уходишь? Джейн, что случилось?» – затараторили ее друзья. «Попутешествовать хотим с Дональдом». «Так возьми отпуск», – раскинул руками Афра. «Зачем? А хотя, зачем тебе работать, если у тебя такой богатый парень?» «Лучше работай», – посоветовала блондинка. «Не будет своих денег, потеряешь независимость». «Да, подумай», – закивал Кевин, подошел к Джейн вплотную и взял ее за руку. «А если расстанетесь, обратно могут не взять». «Я хорошо подумала», – твердо сказала наша героиня. «Можешь позвонить сестренке». «Эх, знал я, что не кончится это добром», – прижал ее к себе парень. Джейн обняла его за талию. «Знал, что он заберет нашу малышку. Вот почему ты весь день была такая. Я же чувствовал неладное. Меня не проведешь. Едем к океану, не выспалась. Я же тебя, как облупленную, знаю». «Никто меня не забирает», – улыбнулась малышка. Они расцепили объятия и немного отстранились друг от друга. «Я ж не от вас ухожу, а с работы. Так же будем общаться». «Так же общаться». «Так же может и получится. А столько же уже нет». «Не будь эгоистом», – с укором посмотрела на него Лиза. «Она счастлива. У нее начинается новый этап жизни. Она что, должна отказаться от этого ради общения с нами?» «Так она же весь день как зомби ходит. Значит, еще не уверена. Значит, сомневается». «Нет, я не сомневаюсь», – помотала головой Джейн. «Да ты же всего неделю его знаешь». Она с улыбкой парировала эту и последующие атаки друга, выслушала советы, опасения и сожаления, привлеченных их жаркой дискуссией Патрика и Кейт, и докатила-таки дрезину разговора до рельс, на которых стала получать поздравления, благословения, пожелания всего хорошего и шуточные угрозы в адрес Дональда. «Я поговорю с Рианой», – кивнул Кевин. «Когда ты хочешь уйти? Чем быстрее, тем лучше. Можно завтра». «А заявление уже написала?» «Нет, после работы напишу». «Прощальная вечеринка будет?» – улыбнулась Лиза. «Конечно. В воскресенье, наверное». «Правильно», – усмехнулся Патрик. «Пусть коллеги обслужат. Они тоже тогда вечеринку в нашу смену провели. Сидели, как плантаторы. Их коллеги, три официанта и две официантки, работали в джинс-пабе с девяти вечера до двух ночи, с понедельника по четверг, с полудня до девяти в пятницу и субботу и полное воскресенье. «Ты что, здесь хочешь провести?» – вытянуло лицо блондинка. «Может, получше место выберем?» «Прощается-то она с этим местом», – заметила Кейт. «Да», – кивнула Джейн. «Может, оно и не лучшее в городе, но точно самое родное для меня». Глава восемнадцатая Конор подъехал к джинс-пабу за пятнадцать минут до окончания рабочей смены Джейн. Он был мрачен и зол на судьбу, столкнувшую его с ужасной дилеммой. Разговор с шефом и подбадривание друзей с любимой возле ухоженного пруда с белыми лебедями не очень помогли ему. Майкл с Марией были уверены, что Дональд не решится на обращение, и старались заразить этой уверенностью его. Джейн с Мелиссой поддакивали им и пытались заразиться их верой в благополучно розовый исход сами. «Мы с тобой, не беспокойся», – сказала Мелисса. «Мы с тобой, даже если он обратит ее. И мы ни за что не будем охотиться на Джейн», – добавила Джейд. «Правда?» – посмотрела она на остальных. «Конечно. Даже если прикажут. И припугнут изгнанием. Я и представить не могу, что буду сражаться с Джейн», – закивали те. «Спасибо», – выдавил улыбку Конор. Пока ему было достаточно этого. Он не стал испытывать их дружбу дальше и узнавать, что они будут делать, если он пойдет против стаи, если будет убивать волков, покушающихся на его сестру. Не стал подвергать дружбу испытанию, которому подверг вчера любовь Джейд. «Надо готовиться к худшему», – подумал он, заглушив двигатель своего темно-серого БМВ на парковке джинс-паба. «Вряд ли они расстанутся. Чую, что вряд ли. Представляю, какая будет суматоха, когда он ее обратит. Джейн станет вампиршей. Моя сестра станет вампиршей. Даже думать неприятно об этом. Посвящение еще дурацкое у них. Он же сначала убьет ее. А если она потом не оживет, тогда я сделаю все, чтобы отправить его вслед за ней. Да нет, должна жить. С ее-то здоровьем и молодостью. Но вдруг… Уф, свалился на наши головы этот Дональд. Ричард не примет меня в стаю. Не сможет принять брата вампирши. Не сможет, даже если ее найдут и убьют. И не сможет спасти меня, если я помогу ей. Помогу, не помогу, все одно. Не дадут спокойно жить. Мне тоже придется скрываться. Надеюсь, успею объяснить все матери. А отцу? Он же ничего не знает. Нет, родителей надо тоже будет забирать. Им тоже не дадут жизни. И волки, и вампиры. А Джейд? Имею ли я право так портить жизнь ей? Она и подумать-то не успела вчера. Пусть все хорошо взвесит. Джейн не удивилась, когда увидела его машину возле кабака. Ее больше удивляло то, что он удовлетворился утренним разговором и весь день ограничивался короткими голосовыми и текстовыми сообщениями, узнающими, как она и все ли нормально, советующими быть аккуратнее и уверяющими, что он рядом и ему хватит пару минут, чтобы примчаться. — Как ты? — спросил Коннор, выйдя из машины, когда сестра попрощалась с коллегами и подошла к нему. — Отлично. Как сам? — Паршиво. — Почему? Из-за меня? — Из-за Дональда. Я хочу поговорить с ним. Скажи ему. — О чем? — Хочу объяснить, что он может натворить. — Ничего он не натворит. У нас есть план. — Какой еще план? — Садись, расскажу. Пошла к передней пассажирской двери его машины девушка. — Что они задумали? — нахмурился Коннор, усаживаясь в кожаное кресло своей Бэхи. — Билеты на Марс хотят купить. Он бы знал, что они задумали, если бы Мишель отнеслась к рассказанному ей плану чуть серьезнее и перевела бы его в разряд информации, которой нужно или хотя бы можно делиться. — Амулет духа — это, конечно, круто, — закивал он после рассказа сестры. Волки США только тремя амулетами владеют. В Северных Штатах о них уже, наверное, вообще не мечтают. Но план слишком дырявый. — Почему? — Слишком много если. Если Кристалл согласится. Если Габриэль не пошлет вас куда подальше. Если Мицеру отдаст амулет. И потом все равно надо будет спрашивать разрешение у Магнуса. — Ну, волки же разрешат. — Волки, думаю, да. За амулет наши старшие на что угодно согласятся. Амулеты бесценны для нас. — Ну, вот и все. Если волки разрешат, зачем Магнусу запрещать? Ему же главное, чтобы вы Даунов не обращали. — Хм. Да, ты права. Если это будет разовое соглашение, твое обращение на амулет... Амулет? Он же не разрешит отдать амулет. — Почему? Зачем он ему нужен? Они же ничего не дают вампирам. Ага, не дают. То-то они дрались, когда находили их. А что они им дают? Дональд не говорил. Они дают им почет и уважение. Как трофеи крутых хищников охотникам. А-а-а, это... Так амулет же будет у Дональда. Все равно нужно разрешение. Габриэль поговорит с Магнусом. — Габриэль, — передразнил ее брат. — Ты хоть понимаешь, кто такой Габриэль? Это старший вампир-лорд. Самый сильный вампир после Магнуса. Делать ему нечего говорить за вас. Дональд сказал, что он хороший и понимающий. Тем более он его прадед. — Да у него таких правнуков знаешь сколько? Хлипенький у вас план. — Ну, какой уж есть. Все лучше, чем совсем без плана. Не надейся на него. Вам придется исчезнуть. Быстро и надолго. На века. И мне тоже. — А тебе почему? — Потому что волки с вампирами не дадут мне жизни. Они не поверят, что я не знаю, где ты. — Прости, Конор. Я не хотела, чтобы так получилось. Бежим с нами. — Подожди. У вас и вправду все так серьезно, что вы готовы сбежать? Может, попробуете свой план и разойдетесь, если он не сработает? — Все так серьезно, что разойтись невозможно. — Я хочу поговорить об этом с Дональдом. — Хочешь отговорить его от меня? — Ты же не боишься, что получится? — Ни капельки. — Тогда позвони ему. Познакомь нас. Завтра я съезжу к нему в Портленд. — Откуда ты знаешь, что он в Портленде? — Шеф сказал. — А шеф не сказал, что завтра он будет в Юджине? — Как в Юджине? — округлил глаза парень. — У них же... У него же... — Спецоперация? Ты что, знаешь про это? — Да. — А ты откуда? Он что, тебе все рассказал? И про похищение? — Да. — Это же секретная информация. Он не имел права. — Он сказал, что она секретная, и чтоб я никому об этом не рассказывала. — А, ну тогда все отлично, — покачал головой Конор. — С таким условием можно всем подряд рассказывать. — Я не все подряд, — нахмурилась Джейн. — Ты вообще-то тоже не должен этого знать? Или уже всем про все рассказали? — Нет, только мне, из-за тебя. — Из-за меня? — Да, из-за твоего романа с Дональдом. Старшие хотели, чтоб я тебя напугал. Они сказали, что Дональд заодно с похитителями. — Что за чушь? Я тоже так подумал. Не сходится кое-что в этой версии. То, что он спас девушку. То, что заставляет волков ждать и злиться. Если бы он был заодно с похитителями, он сказал бы им, чтобы они быстрее выходили на охоту. — Вот именно. Вряд ли ваши этого не понимают. — Да, поэтому я и решил, что они хотели напугать меня, чтобы я напугал тебя. — Очернить решили Дональда. Но кое в чем наши старшие и бесы правы. Бесы — это портлиндские волки. Их стая называется «серые бесы», я знаю. Дональд дополнил твою лекцию. И в чем же они правы? В том, что Дональд покрывает похитителей. Он не особо хочет их ловить. С чего это они взяли? Он же специально упустил похитителя во второй раз. Ну да, потому что ему нужно место, где они держат девушек, а не допрос, который закончится убийством. А теперь ни места, ни допроса не будет. Будет место. Объявится похититель. Три недели уже тишина. Терпение, Коннор. Не будь, как эти бесы. Еще пару недель, и бесы схватят кого-нибудь из вампиров. Это бесполезно. Вампиры не боятся пыток. А если убить одного на глазах у другого? Это будет объявлением войны. Другого выхода нет. У них наши сестры. А почему Дональд возвращается? А в другой день решили провести? Бесы не хотят больше работать с ним. Они узнали про наши отношения. Про ваш роман? Да. Как? Кто им рассказал? Это ты у своих узнай. Мои не могли. Ричард запретил рассказывать про это. Он даже сделал акцент на то, что от портлинских эту тайну... Фотка твоя в Фейсбуке. Ну, конечно. Выставила себя с вампиром. Не забывай, что я ничего не знала. И фотка была без лица. Я удалила ее вчера ночью. Бесы только после обеда разорались. Значит, до обеда еще ничего не знали. Неужели опять Раймон? Раймон? Коннор рассказал, что все дикие знают про ее роман с вампиром благодаря Раймону. Вот болтун, выругалась Джейн. Зачем ему это? Хотел настроить волков против Дональда. А может и подвинуть Ричарда. Но у него ничего не вышло. Стая чувствует, кто сильнее и мудрее. Да, страсти у вас. У него ничего не вышло здесь, и он решил настроить против Дональда бесов. Может, уже готовит нападение на него с ними? Тогда я должна предупредить. Девушка достала смартфон и набрала Дональда. Тот был вне зоны доступа. Вот, блин, уже уехал. Или убежал. Куда? Они хотели поохотиться в Тиламуке. Поехали. Ты что? Где ты его там будешь искать? Тиламук же огромный. Покричим, он услышит. Подожди, ты сказала они? С кем он? С братьями. Тогда не переживай. Если волки что-то задумали, то будут ждать, пока он останется один. Почему? Побояться? Не одолеют? А если двадцать волков соберут? Они последствий побоятся. Взбучка вампира, который крутит роман с запретной, может сойти им с рук. Но взбучка вампиров, которые никого не трогали, точно будет стоить им жизней. Они знают это, поэтому не нападут на Дональда, пока он с братьями. Напиши ему. Напиши, чтоб не ехал в Юджин один. Хорошо. Надеюсь, он доедет до зоны доступа раньше, чем распрощается с братьями. Надеюсь. Ты так за него переживаешь? Я переживаю не за него, а за волков, нахмурился Конор. Их драка может послужить искрой к войне. Уф, жили мы, не тужили без этого Дональда. Дональда взбаламутил всех, как... Завис он, подбирая подходящее сравнение. Как оса, залетевшая в улей к пчелам, помогла ему сестра. Вот-вот, в самую точку. Как оса, залетевшая туда, куда ей совсем не положено залетать. Позвонишь мне, когда он приедет. И предупреди, что я хочу с ним поговорить. Хорошо. И с тобой кое-кто поговорить хочет. Со мной? Кто? Ричард. Зачем? Затем, что ты сестра члена стаи и родовая волчица. Он переживает за тебя. Не хочу я с ним общаться. Потеря времени будет тарахтеть о том, какие вампиры плохие, и внушать, что я совершаю поступок, о котором буду жалеть вечно. Ты же не боишься, что у него получится? Усмехнулся брат. Нисколечко. Эй! Улыбнулась Джейн. Один и тот же приемчик используешь. Почему бы и нет, если он эффективный? Улыбнулся в ответ Коннор. Ну, раз нисколечки не боишься, то потерпи его часик. Он хороший и справедливый. И он за то, чтобы эта ситуация разрешилась без крови и скандалов. Вам с Дональдом лучше дружить с ним. Хорошо, хорошо. Когда он хочет встретиться? Сказал завтра днем. Я дал ему твой телефон. Он позвонит. Хорошо. Глава девятнадцатая. Ну что, доигрались, болваны? Вы и так нифига не соображаете. А на горячие головы вообще тупицы. Нахрена вы бесам про Дональда рассказали? Мощный голос Ричарда сотрясал воздух его просторного кабинета. Громоздкий деревянный стол отделял его от Раймона с Джоном, неуютно чувствующих себя в уютных кожаных креслах. За полтора часа до этой сцены Ричарду позвонил Мэйсон и сообщил, что его стая узнала про Дональда с Джейн. Да ты что? Вскрикнул вожак диких. Какой говнюк разболтал? Это кто-то из моих. Конечно, из твоих. Кто еще об этом знал? Прости, я найду болтунов и устрою им взбучку. Бесы рассказали про запретный роман своим сестрам, выставив Дональда подлым, покусившимся на святое и не зря подозреваемого в нежелании ловить похитителей мерзавцам, чтобы они не соглашались на роль живцов. Я не могу заставить их, сказал Мэйсон. Они еще не в стае, я не имею над ними власти. Да и лучше, когда живец идет с охотой, когда доверяет тому, кто проводит операцию. Вот засада. Да, перещеголял этот Дональд похитителей. Еще не перещеголял. В глазах наших волков уже перещеголял. Похитителей они не проклинали так яростно и дружно. В общем, со спецоперациями покончено. Мы просто поймаем похитителя и устроим ему допрос с пристрастием. Вы его убьете. Убьем, если будет молчать. Вампиров трудно разговаривать. Значит, точно убьем. Это чревато. Сам знаю, что чревато. А что еще делать? Я кое-как сегодняшний бунт подавил. Хорошо, что верхушка и старики встали на мою сторону. Вы не можете делать такие вещи без согласования с другими вожаками и старейшинами. Да другим-то что? Конечно, они будут против. Вы будете против. Не ваших же сестер похищают. Они и наши сестры тоже. Давайте проведем спецоперацию без Дональда. Найдем место. Избавимся от всех законно. Без Дональда его братьев не выследим. Сам знаешь, какие у них чувства и возможности. Тем более Дональд уполномоченный Ральфа. И внуки Александра с Альбертом с ним. Одно дело, если они объявят этих европейцев виновными. Другое, если мы. Твоя правда. Вот загвоздка. А ты думал, просто так, что ли, я голову весь день ломаю? А если Ральфа вызвать? Пусть он сам возглавит спецоперации. Он же третьего уровня. Его же вампиры за километру чувствуют. А, да. Если он будет в Портленде, они ни за что не решатся на похищение. Да, да, забыл. Может, все-таки уговоришь своих на последнюю операцию. Допрос — это точно война. Думаешь, я не пробовал? Боятся наши девчонки. Не верят ни Дональду, ни его братьям. Не хотят участвовать в фейковых спецоперациях. Так и сказали мне. Научили их мои волчата. А что, если... Неуверенно начал Ричард. Да, радостно продолжил он. Я знаю ту, которая точно не побоится Дональда. Джейн? Ну да, вот и выход. Я поговорю с ней. Скажу, что из-за их романа сорвалась последняя операция, и над нами нависла угроза войны. Так она же не полнокровная. Кровушкой-то согласятся твои поделиться. Не хотят быть живцами. Пусть побудут донорами для живца. Не знаю, спрошу. А она... А, да, она же родовая. Какого она поколения? Шестого. Тогда можно переливать. Да, отторжения не будет. Думаешь, согласится? Должна. И у Дональда будет особое отношение к спецоперации, если, конечно, он и вправду ее любит. Если и вправду любит, то сам может не согласиться. Ее же могут сцапать. И брат у нее есть, волк твой. Он что скажет? Думаю, разрешит. Пффф, выдохнул Ричард, усмехнувшись. Знали бы мы, что так обернется, не стращали бы его Дональдом. Стращали? В смысле? Как? Мы сказали ему, что он заодно с похитителями. Вот вы даете. Зачем? Чтоб испугался он за сестру. И ее напугал. И что? Получилось? Нифига. Нынешняя молодежь не доверяет авторитетным словам старших. Не поверил нам Конор. Сопоставил факты и восстановился на том же, на чем остановились все мы. На том, что Дональд не горит желанием ловить ублюдков? Да. Не все на этом остановились. Многие из наших верили ему. Как и многие из наших. Из нашего совета, включая меня. Нам пришлось его оклеветать, очернить. Понимаю. Ничего. Скажете правду и обелите. Нет. Обеление не в наших интересах. Да и не нужно оно. Что-то мне подсказывает, что Джейн не будет слушать ни Конора, ни Дональда. Завтра поговорю с ней. И сразу сообщу тебе. Хорошо. Спасибо, Ричард. Не за что. Это наш косяк. За косяки надо отвечать. Мы? Мы им не рассказывали. Зачем нам это? Я вообще ни с кем из бесов с прошлой недели не общался. А почему доигрались? Что произошло? Тарахтели Раймонд с Джоном под грозным взглядом Ричарда. Что вы мне чешете? Рявкнул последний. Кто еще мог им рассказать? Еще скажите, что Дональд сам проболтался. Да это не мы, шеф, раскинул руками лысый качок и посмотрел на своего дружка. Или ты гонишь, что ли? Нахмурился тот. Нахрен мне это надо. Спецоперации отменили? Повернулся он к главному. Да, все коту под хвост. Лучше сами признайтесь. Правда, все равно рано или поздно вылезет. Клянусь, что это не я, приложил руку в груди Раймонд. Я тоже клянусь, повторил его жест Джон. Мы же ждали завтрашнюю операцию, напомнил высоковолосый. Ждали, передразнил его шеф. Вы двое не очень-то ждали. Ждали. Я даже поставил на то, что Дональд опять упустит похитителя. Но кто еще мог разболтать? Кому это надо? Теперь не разберешь. Вся стая же про это знает. Благодаря вам, дубины, снова завелся вожак. Что это было сегодня? Чего вы хотели добиться? Войны? Ему не хватало ярости для взрыва брани и мощного потока сквернословия. Изначально он хотел разнести Джона с Раймоном в пух и прах за длинные языки и подстрекательство к мятежу. Кто ж знал, что их длинные языки достанут так далеко, вызовут события, перед которыми померкнет то, за что их хозяева должны были получить люлей, рассеют его ярость по двум вытекающим один из другого проступкам и разбавят этим ее концентрацию до уровня невозможного для каких-то взрывов и потоков. Почему войны? Снова нахмурился Раймон. Дональд виноват. Вампиры ничего не смогут сделать, если мы устроим ему взбучку. Мы же не убить его предлагали. Его вина еще слишком бледная, сказал Ричард. Он еще ничего не сделал. А ты хочешь, чтоб сделал? Спросил лысый. Потомок волков в шестом поколении станет вампиршей. Это же стыд и позор. Стыд и позор забудутся, а вот погибших уже не вернешь. И Конора исключить придется, продолжал хмуриться высоковолосый. Двух потомков шестого поколения теряем из-за этого лощеного хахаля. Этот лощеный хахаль давал хоть какую-то надежду на предотвращение войны. Дурни! Из-за вас бесы хотят пытать вампира. Какого вампира? Похитителя. Хотят поймать его и пытать. Давно пора, произнес Джон. Он совсем дурак? Кивнул на него шеф, обратившись к Раймону. Они его убьют, Джон, проговорил тот. Это будет казус Белли. — Казус Белли, — передразнил его Ричард. — Языки ваши казусы Белли и шмели. Побудьте-ка вы недельку в Джон-Дее. Городок Джон-Дей, находящийся в трехстах километрах к востоку от Юджина, контролировала волчья семья, славные парни. — Но, шеф! — начал Раймон. — Никаких «но!» — рявкнул вожак. — Скажите спасибо, что в Джон-Дей вас отправляю, а не кости ломаю. — Передайте все свои дела, и чтоб завтра к вечеру вас здесь не было. — Может, к вечеру воскресенья? — робко спросил Джон. — Чтоб вы еще чего намутили? — Нет уж, завтра отчаливайте. До следующей пятницы там будьте. Свалите раньше, разговор другим будет. Да тогда и разговора не будет. Все свободны. Подчиненные не спешили вставать. Им жутко не хотелось тащиться черти куда в такое важное, опасное, интересное и богатое на события время из города, больше всего влияющего на происходящее после Портленда. Полежать пару дней с поломанными костями в Юджине им казалось более заманчивым, чем шататься неделю по Джон-Дею и слушать шуточки провинциальных волков. — Оглохли, что ли? — грозно спросил их Ричард. — Я сказал, свободны. — Да, да. Встали они с кресел и направились к двери. — До встречи, шеф. — Давай, Ричард. Извини, что так вышло. — Да, прости нас. Они вспомнили, что к поломанным костям могут добавиться страшные, долго заживающие раны от зубов главного волка, унижения от того, что их нанесут перед всей стаей, и исключения из совета. — Валите, пока я не передумал и не догнал вас на улице, — бросил им вслед вожак. Глава двадцатая — Какого хрена? — взяла громко завибрировавший смартфон сонная Джейд. — Не шеф? — спросил ее Коннор, приоткрыв глаза. Он снова остался у любимой. Их бурное наслаждение друг другом закончилось пару часов назад, сменилось не менее бурным обсуждением ситуации с Джейн, Дональдом и Бесами, и плавно перешло в абсолютно небурный сон. — Нет, это Диана, — ответила девушка. — Напилась, что ли? — Привет, — проговорила она, поднеся смартфон к уху. — Привет, Джейд, — раздался абсолютно трезвый голос Дианы. — Как дела? — Просто потрясающе. Ты не перепутала день с ночью? Сейчас три часа ночи, не дня. Извини, что так поздно. Я не хотела звонить, но никак не могла уснуть. — Что случилось? — Помнишь, Шерон, волчицу из бесов? Я ознакомила вас весной. — С которой ты на столе танцевала? — Да-да, это. — И что с ней? — Извини, я не хотела ничего натворить. Мне просто нужно было с кем-то поговорить, обсудить. Ну, ты понимаешь... — Да-да, посплетничать, — выпалила Джейд. — Ближе к... — Ты разболтала ей про Дональда с Джейн, — догадалась она. — Кому она разболтала? — прошептал Конор, подскочив к ней. — Волчица из Портленда, — шепнула Беловолосая. — Так это она, вот курица. Я не со зла, и это было до собрания. Я не знала, что про это нельзя рассказывать, — тарахтела в это время Диана. — Не знала, — передразнила ее Джейд. — Понятно же, что не для всех инфа. Сгинем теперь все из-за твоего языка. — Как сгинем? Почему? — Конор замахал руками, призывая любимую следить за тем, что она говорит. — Потому что бесы могут напасть на Дональда, — сказала та. — Ричард же сказал, что он постоянно ездит в Портленд. Конор одобрительно закивал. — Шерон, наверное, уже всем разболтала? — спросила Джейн. — Да, — ответила Диана. — Она сразу сказала, что расскажет. Я уже тогда поняла, что зря ей проболталось. Она ругалась и проклинала Дональда. Так болезненно восприняла эту новость, будто Джейн ее родная сестра, хотя они даже не знакомы. Потому что бесы горячие головы, — Ричард же сказал, — они нетерпимы к вампирам. А их старшие, они что, не слушают своих старших? Да втихаря нападут, еще и перестараются, убьют высшего вампира. Вот жопа, что теперь будет? Но сегодня они на него не напали. Он был в Портленде. Я звонила Шерон вечером. — Это дело времени. — Скажи Конору, чтоб предупредил Джейн. Пусть Дональд не ездит туда. Хотя бы пару недель. Может, они успокоятся. — Хорошо, скажу. — И скажи, что я прошу прощения. Я не хотела, чтоб так вышло. — Да-да, ты просто болтунья и сплетница. — Прости, Джейд. Как думаешь, стоит рассказать Ричарду? — Конечно. Только не сейчас. Утром позвони. — А лучше заедь. — Он меня не вздует? — Нет, конечно. Не бойся. Ты же до запрета разболтала. На это дави, если что. — Хорошо. — Фух. Высказалась легче стала. — Скажи Конору, хорошо? — Скажу, скажу. Не переживай. — Постараюсь. Выпить надо что-нибудь. Теплого молока выпей и спать. Лучше холодное виски. Ладно, пока, Джейд. Извини еще раз, что разбудила. — Ничего. Молодец, что рассказала. Пока. — Это хорошая новость. Закивал улыбающийся Конор, когда Джейд опустила руку со смартфоном. — Значит, Раймонд ни при чем и ничего не замышляет. — Не спеши с выводами, — помотала головой девушка. — То, что он не замешан в подстрекательстве бесов, не означает, что он ничего не замышляет. — Да, да, перестал улыбаться парень. Но волнения без направляющей силы не так страшны. Твоя правда. Чуть легче мы точно можем вздохнуть. — Позвоню Джейн, чтоб не беспокоилась. — Глава двадцать первая. — Утро пятницы было похоже на затишье между бурями. Тихое, безмятежное, такое же, как и все утро, да перевернувший сознание нашей героини среды. Оно будто бы говорило ей, смотри, все так же, как прежде, ничего не изменилось. Мир не сделал неудачное сальто на голову от того, что тебе открылось то, что открылось. Жизнь продолжается. Все идет своим чередом. Длинное и подробное предостерегающее сообщение, которое Джейн настрочила Дональду после разговора с братом на парковке джинспаба, было удалено и заменено коротким «Как ты? Позвони мне», когда она узнала об истинном, незнонамеренном распространителе слухов о ее скандальном романе. Одной галочки не хватало этому сообщению, чтобы считаться доставленным. Одной галочки не хватало ему, чтобы показать, что любимому можно звонить, что в ответ не прозвучит записанный женский голос, оповещающий о том, что набранный телефон находится вне зоны обслуживания. «Доброе утро, красавица!» — приветствовал дочку Томас, когда она, умытая, в халате, с собранными фвостик-волосами, зашла на кухню. «Выспалась?» — спала бы еще, пятница же. Заменила приветствие на вопрос, совет и напоминание мать. Они сидели за столом перпендикулярно друг к другу. Судя по тому, что перед ними стояли только накрытая сковорода и тарелка с тостами, грязной посуды не было даже возле раковины, а короткая толстая стрелка часов подбиралась к цифре десять, их завтрак был давно завершен. «Доброе утро!» — улыбнулась им обоим Джейн. «Ой, выспалась!» — посмотрела она на мать, взяла свою кружку, налила свежесваренный кофе, достала тарелку, положила на нее столовые приборы и уселась со всем этим добром возле отца. «О, омлет!» — убрала она крышку со сковороды. «С ветчиной!» «Любимый завтрак нашей семьи!» — проговорила Мишель, быстро передвигаясь по кухне и возвращая на стол то, что было совсем недавно убрано. «Как ты, па?» — спросила наша героиня. «Не кашлял вроде ночью?» «Выходной у кашля!» — усмехнулся па. «Завтра с новыми силами на работу выйдет. Может, хватит упрямиться?» «Он уже не упрямится!» — торжественно заявила мать. «Мы записались к полу. Я еле уговорила». «Вау! Неужели?» «Чем она тебя взяла?» — посмотрела на отца Джейн. «Своими приставаниями!» — буркнул тот. «Нет больше сил их терпеть!» «Значит, не зря приставала. Когда идете?» «В понедельник!» — ответила Мишель. «Сначала вообще на двадцатое записали. Потом Ричард позвонил. На одиннадцатое перенесли. Ты сама его попросила?» «Нет, конечно. Конор попросил». «А... вчера договорились?» «Да». «А мне даже не сказали». «Вот, сказали. Так говоришь, будто мы неделю от тебя скрывали». «Популька мой!» — с улыбкой проговорила девушка и потрепала попульку за плечо. «Как же я хочу, чтобы эта зараза от тебя отстала!» «Да я уже и привык к ней!» — пожал плечами популька. «Привык он!» — погремасничала мать. «Привык быть больным и ничего не делать. Привык к тому, что все его жалеют». «Ну, мам!» — цокнула дочь. «Он же шутит. Думаешь, он не мучается? Я же вижу, как ему больно!» «Ни чуточки не больно!» — помотал головой отец. Волна жалости захлестнула сердце Джейн. «Любимый мой популька!» — чуть не прослезилась она. «Упрямый наш!» — намучился с этой болезнью. «Прицепилась проклятая!» — превратила тебя в худышку!» Она попыталась вспомнить, каким полным и жизнерадостным он был до болезни, но вместо полного и жизнерадостного Томаса перед ней возникли фотографии, изображающие полного и жизнерадостного Томаса. Только они могли показать этот образ из прошлого и доказать неверящему в него сознанию, что он реально существовал. «И в тайну мы все теперь, кроме тебя, посвящены», — продолжала жалеть своего зачахшего родителя девушка. «Надо это исправить! Надо забрать вас куда-нибудь далеко и навсегда, и все тебе рассказать!» «Не торопись! Куда так спешишь?» — спросил зачахший родитель, почувствовав спешку в движениях ее рук и нижней челюсти. «Тебе же вечером на работу!» «Да, но до работы нужно еще кое-куда сходить и кое-с-кем встретиться», — проговорила с набитым ртом та. «Кое-с-кем!» — передразнил ее Томас. «Говори с Дональдом! Мишель мне все рассказала!» «Еще в понедельник, после вашего похода в ресторан!» — быстро протараторила Мишель. «Не после вашего похода в парк!» «После вашего похода в парк я пожалела, что рассказала про вас!» — говорили ее глаза. «Зови его в гости!» — сказал отец. «Познакомишь нас с мамой?» Мама побледнела и округлила глаза. «Да рано еще для этого!» — махнула рукой она. «Ничего не рано!» — возразил ее благоверный. «Уверена в нем?» — спросил он у Джейн. «Уверена!» — ответила та. «Да какая уверенность за неделю!» — раскинула руками мать. «Пусть хоть месяц повстречаются!» «Ну, в конце июля зови!» — сказал Томас дочери. «Кто знает, сколько мне этот пол даст! Может, уже и не будет меня в августе!» «Что ты болтаешь, па? Чушь не мели! Тебе еще жить и жить!» — затарахтели его собеседницы. «Шучу, шучу!» — заулыбался отец. «Не отделаетесь от меня в этом году!» «В этом столетии!» — поправила его Джейн. «Это ты погорячилась! Брат твой тоже зря время не теряет! Уже поселился у Джейд! Привыкают к совместной жизни!» «Да! Посмотрим, кто из вас первый подарит мне внуков!» «Ну, скажешь тоже!» — выдавила искусственную улыбку Мишель. «Бежишь впереди паровоза!» «Про детей-то я и не подумала!» — слегка нахмурилась наша героиня, отправив очередной кусочек омлета в рот. «А что?» — вскинул брови Томас. «Я не прочь с ляльками понянчиться! Уже забыл, каково это!» Негромко заигравший смартфон Джейн избавил от высказывания по этому поводу продолжающую искусственно улыбаться мать. «Привет! Как ты?» — радостно произнесла девушка, поднеся телефон к уху. «Уже едешь?» «А-а-а! Сейчас перезвоню!» «Ага, давай!» «Зять мой?» — спросил отец, когда многофункциональное устройство связи отечественного производства скрылось в кармане ее халата. «Нет, ты посмотри на него!» — воскликнула Мишель. «То перед одним паровозом бежит, то перед другим!» «Перед этим не бежит!» — проговорила дочь. «С этим уже все решено!» «Да, это был Дональд!» — кивнула она папе. «Твой будущий зять!» «Джейн!» — нахмурилась мать. «Ты... ты же его только неделю знаешь!» «А мне кажется, что целую вечность!» «Ладно, я побежала!» Она встала, поцеловала довольного отца, пожелавшего ей хорошего дня, и недовольную мать, многозначительно попросившую ее быть аккуратнее, и быстро пошла в свою комнату. «Я же мечтала о дочке!» — вернулась она к тому, что ее слегка нахмурило. «И о сыне!» «Значит, я... никогда...» «Или вампиры могут?» «Нет, вряд ли!» Дональд же сказал, что они не живые. Древний инстинкт женщин, рождение и воспитание детей, был важен, нужен, силен и необходим прекрасной половине человечества, описанного во времени. Может, не всем, и не так, как сто, двести, триста лет назад, когда было гораздо меньше других радостей и смыслов жизни. Но все-таки достаточно для того, чтобы следование ему оставалось в топе главных желаний у большинства девушек. Крепкий здоровый организм Джейн, который с легкостью мог дать жизнь нескольким десяткам таких же крепких здоровых организмов и уже несколько лет требовал исполнения хотя бы части этой возможности, возмутился от перспективы не дать жизнь никому. Желание иметь родных детей вступило в борьбу с желанием бессмертия. Это была смелая атака Давида на Голиафа, но ей не суждено было стать такой же успешной. Максимум, на что хватило бы сил и боевой удачи древнего инстинкта женщин, это отсрочка бессмертия на достаточный для удовлетворения этого инстинкта срок, при условии, что он не растянется до возраста, при котором обращение станет невозможным. Хотя нет, это достаточно расплывчато, неопределенно и чревато возможностью навсегда остаться в облике женщины средних лет. Год, максимум три, но лучше один, готова была подождать наша героиня, чтобы успеть шлепнуть часть лаврового венка на голову Давида, падая в объятия Голиафа. — Что же делать? — думала она, натягивая легкие бежевые штаны. — Может, искусственное обладотворение? — Ну да, как еще? — пожала она плечами, облачившись в белую футболку. — Он же не может. С обращением подождем годик, ничего страшного. Искусственно можно и двойню родить, мальчика и девочку. Жаль, что не от него. Хотя можно выбрать донора максимально приближенного. Нет, можно найти потомков Дональда и попросить их. Да, точно. А когда вырастут, обратим. Будет семейка Адамс у нас. С этими многообещающими и вполне выполнимыми идеями в голове она открыла входную дверь, вышла в общий коридор дома и набрала любимого. — Как же я соскучился по тебе! — выпалил из трубки его голос. — А как я по тебе! — улыбнулась Джейн. — Милый мой, любимый, когда будешь? — Любимая моя, после обеда. По магазинам пройдемся с братьями и сразу выезжаю. — Деловые. Шопиться будете? — Да, Эшли надо приодеть. Не поспевает он за модой, как старик одевается. — А-а-а, как охота прошла. — Шикарно! Обожаю такие заповедники. — Попили кровушки? — О да, перепили. — Не ранили вас звери? Ты думаешь, они бьют или кусают сильнее пули? — Ладно, снимаю этот вопрос, умник. Но один медведь мощный попался, метров на десять клей-то наоткинул. — Ого! Жаль, не засняли. Представляю, какой это кайф носиться по лесу на огромной скорости. Скоро поносишься и поохотишься. Научишь меня всему? — Конечно. С превеликим удовольствием. Я, кстати, узнала, кто разболтал про нас бесом. — Кто? Она рассказала ему про сплетницу, про то, что все юджинские волки знают об их романе и о главном распространителе будоражащих знаний Раймани. — Ничего, — проговорил вампир после ее рассказа. — Рано или поздно все равно узнали бы. Брат, наверное, ненавидит меня. — Да не сказала бы. Узнаешь сегодня. Он хочет встретиться, поговорить. Я ждал этого. Бить не будет? Если только чуть-чуть. Чуть-чуть можно. Во сколько он хочет? Не знаю. Приедешь, позвоним ему. Джейн пихнула уличную дверь, вышла из дома и поздоровалась с соседями, сидящими на лавочке под деревом, супружеской парой с первого этажа. Обоим было немного за пятьдесят на вид. Первый, среднего телосложения, но отчаянно пытающийся казаться меньше, никогда не выглядел здоровым, и его лицо искажалось во время разговора и любого движения так, будто его кололи иголкой в щеку. Вторая, крупная, крепкая и харизматичная, казалась здоровой и сильной, хоть и таскала с собой толстую деревянную трость, чтобы хоть немного соответствовать болезненному образу мужа и не сильно контрастировать с ним. — Нет, так я не согласен, — сказал Дональд. — Приеду, поедем на пару часов ко мне, потом позвоним ему. — На пару часов? Это все равно что ты способен? Я же тебя жалею. — Ну, хорошо, приеду, выжму из тебя все соки, потом напишем твоему брату, чтобы он не слышал твоего замученного голоса. Девушка засмеялась. — Шалун мой, — сказала она, — давай быстрее, без тебя не смогут пошопиться. — Лучше уж со мной. — Ты что, главный модник? — Мы с Эдгаром главные, но два мнения лучше одного. — Будете сидеть в креслах и важно кивать головами? — Да. Или делать брезгливые лица. Эта картина вызвала у Джейн улыбку. — Братья тоже приедут? — спросила она. — Нет, они к океану решили, на пару дней. — Может, кто-нибудь один проводит тебя, да Юджина? — Зачем? — Вдруг бесы решат напасть, они же злы на тебя. — Не думаю, что они пойдут на такое. — А вдруг? — Не переживай, бегаю я быстрее них. — Точно? Обещаешь, что будешь убегать, а не драться? — Да не пойдут они на такое. Мы с тобой еще ничего не сделали. Это будет серьезный косяк с их стороны. — Все равно обещай. — Обещаю, обещаю. — Убегай, даже если сильно захочешь подраться. — Сэр, есть сэр. — Сам ты сэр. — Ты что, гуляешь? — Да, подумать хочу. С таким грузом информации невозможно сидеть дома. — Осторожнее, убегай, если кто-нибудь нападет. — Эй, — засмеялась Джейн, — не переводи стрелки. — Я не перевожу. Вероятность нападения на одиноко гуляющую девушку в разы больше, чем вероятность нападения на парня, летящего по трассе в дорогой машине. — Ой-ой-ой, разумничался. — Статистика вещь непоколебимая. — Волки еще не атаковали разъяснениями и предупреждениями? — Скоро атакуют. Ричард хочет поговорить со мной. — О-о-о, тяжелая артиллерия. — Конор сказал, что с ним лучше дружить, я тоже так думаю. Вдруг наш план не выгорит? — Выгорит. Кстати, забыл сказать, чтобы ты никому о нем не говорила. — Почему? А я уже маме с братом рассказала. — Блин, скажи им, чтоб не распространялись. — Хорошо. — Не хочу, чтобы Мицер узнал о нем раньше времени и спрятал амулет. — Спрятал? — Да. — Отказать-то он не сможет, — Кристалл. — А сказать, что потерял или отдал кому-то, не помнит кому, — может. — А-а-а, хорошо, могила. Скажу своим, чтоб не болтали. — Спасибо. — Насчет увольнения поговорила? — Да, у меня сегодня последний выход. Сестренка коллеги согласилась. Передам ей священное знание, и свободно. — О, классно, быстро ты. — И гипноз с деньгами не пригодился. — Сэкономили то, что нам можно не экономить. — Родителям сказала. — Нет еще. Дональд перекинулся с кем-то парой фраз. — Ладно, — сказал он Джейн. — Мы тут к бутику Вишенобельному подъехали. Позже перезвоню. — Хорошо. Целую. Целую. В последние секунды разговора наша героиня определилась с местом, к которому хотела прогуляться. Оно возникло в ее сознании милым и дорогим сердцу образом родной школы, пропитало дующий в лицо легкий ветерок, воображаемыми запахами мела, жвачки, чернил, деревянных парт и книжек. И заставила вспомнить несколько особенно ярких, неугомонных личностей, навсегда оставшихся в памяти юными, счастливыми и беззаботными, несмотря на то, что некоторых из них ей уже довелось увидеть повзрослевшими и немного озабоченными. «Если план сработает, найдем потомка Дональда и попросим у него материал», — думала Джейн, топая по до боли знакомой и до слез родной дороги. «У него же не было детей, хотя можно и непрямых потомков, потомки братьев, сестер, ну или двоюродных братьев, сестер тоже подойдут. А если не сработает план?» «Рожу, пару лет побуду с детьми, потом обращение и бега. Нет, так не пойдет. Я не смогу их оставить. Или смогу. Оставлю лет на восемнадцать, потом вернусь и подарю вечность, и вечность буду с ними в бегах. Забудут они меня. Надо дольше с ними побыть, хотя бы лет до пяти. Смогу потом обратиться? Выдержу? До скольки лет можно обращаться? Нет, до пяти не смогу побыть. Буду потом старше Дональда выглядеть. Надо вообще у него спросить. Вдруг он не захочет детей? Что делать, если не захочет? Хотя ему-то что? Они будут моими детьми? Для него они будут далекими потомками и даже непрямыми. Зазвонивший телефон прервал ее размышления. «Да», — произнесла она, поднеся его к уху. «Привет, Джейн, это Ричард». «Здравствуйте». «Как дела?» «Все хорошо». «Когда сможем встретиться?» «Давайте сейчас, потом я буду немного занята, а к девяти уже на работу». «Хорошо, давай тогда через полчаса в Эндис». Примечание. Небольшое уютное кафе в центре Юджина. «Давайте». «Все, жду». «Хорошо». Джейн сделала разворот на 180 градусов и пошла обратно. Вернуться во двор, взять пригнанную с парковки джинспаба машину и поехать в Эндис на ней представлялось ей более удобным и комфортным мероприятием, чем тащиться туда пешком. «Нь», «onneebie». «Т rappи» «Нь», «put».